Всем привет. С вами киноведы в штатском. Иди сюда. Сегодня мы поговорим про фильм, а точнее сериал Варвары. Который произвел германский Нетфликс. Я бы не стал записывать про него никакого обзора, если бы мне не написали. Друзья, не соврусь и скажу, что раз, наверное, триста. Потому, что все почему-то думают, что я люблю варваров. А я вроде не люблю варваров. Я скорее больше римлян люблю. Ладно, бог с ним. Варвары, так варвары. Будем разбираться. Поехали. Для начала я всегда люблю кино похвалить. Что мне очень понравилось в сериале Варвары, так это то, что римляне говорят на латыни, а немцы говорят почему-то по-немецки. Хотя было бы странно. Римляне говорят на латыни, а немцы на немецком. Они бы должны были говорить на каком-нибудь древнегерманском. Короче говоря, каком-то диалекте древнегерманского языка. Но, по крайней мере, попытались бы его воспроизвести. Но все равно атмосферненько. Немецкие римляне с немецким акцентом говорят на латыни. Кстати, насколько я так слушал, даже практически без ошибок. Хорошо говорят. Постарались. Немцы, варвары на немецком. Дальше нужно похвалить внешний вид. Знаете, для сериала с далеко не много миллиардным бюджетом внешний вид всех, по крайней мере, хоть как-то узнаваемый. То есть, идут римляне. Я понимаю, что это в самом деле римляне. На них лорики хамата. На центрионах лорики сквамата. То есть, чешуйчатые доспехи. У всех гальские шлемы. Есть сегментатные лорики. Я знаю, что они так не назывались в античности. Скорее всего, их звали или просто лорика, или возможно торекс. Но это современный устоявшийся термин. Доспех, набранный из горизонтальных металлических полос. Словом, есть сегментаты. Хорошо. Ведь речь идет как раз о начале первого века. Как раз тогда, когда эти доспехи начинают появляться. При этом легионеры не все как от одной мамы. Они все разные, как оно и было, судя по всему, в реальности. У того кольчуга, у того чешуя, у этого лорика сегментата. Есть некие разнобои. Нет той самой уставщины, как мы представляем сибиримскую армию. Потому, что мы думаем, что это армия в полном современном смысле. Нет. Конечно, было далеко не так. Тем более, на самом излете республики и начале принципата. Это все происходит во времена жизни Гая Октавиана Августа. О чем сериал? Сериал о Тифтабурском лесу. О том самом знаменитом сражении, которое, как считается, прекратило экспансию римлян за Рейн. И вот таким образом немцы смогли отстаивать свою независимость. Отстаивал независимость и отдувался практически за всех некто арминий. Который являлся вождем Херусков. Одного из самых многочисленных и мощных германских племен в этом регионе. Который много лет провел в Риме. Знавал и, собственно, самого Августа и много кого еще. Служил в ауксилии. В кавалерии. Сражался. Достиг известных высот в римской иерархии. А потом оказался дома у херусков. И немедленно поднял восстание против своих недавних господ. И вот смотрите. Отлично знаю, как устроена римская военная машина. Смог заманить Квинтилия Вара с тремя религионами в Тифтабурский лес. И там вдребезги расколошматить. После чего принципс император Гай Октавиан Август стучался, говорят, головой об стену. И говорил. Вар, вар. Отдай мои легионы. Отчего в стене довольно быстро образовалась варварианская брешь. Но это шутка. Однако идея такая. И в общем-то в фильме она отражена в полной мере. То есть, есть Квинтилий Вар. Есть Армений. Который перебегает с римской стороны на сторону херусков. Соединяет вокруг несколько германских племен. Заманивает римлян, претворяясь своим, в Тифтабурский лес. И там их побеждают. Квинтилий Вар очень жалостно бросается на меч. С печальным лицом. Под печальные римские звуки. На этом, к сожалению, достоинства сериала практически исчерпываются. Ах да, я забыл. Перспективную жену Армении Тушнельду играет очень симпатичная немецкая актриса. Это, конечно, дело вкуса. Мне зашла. Такая вот прям немка-немка, варварка-варварка. Блондинка-блондинка. Тем более, почему там все немки ходят не то, чтобы почти голые, но так одетые, что могли бы ходить и голыми. Более того, такое количество одежды как раз пробуждает некий интерес. А что это там снизу? Потому, что руки голые, ноги голые, такая тряпочка и больше ничего. Красота. Так вот, теперь точно. В этом месте точно достоинства сериала некоторым образом исчерпываются. Сначала попридираюсь к чему-то, что, на мой взгляд, не объективно, а очень даже субъективно. Лично я, вы знаете, я просто поражаюсь с кастингом. Ну, товарищи, ну серьезно. Почему вы с 2010-х во все сериалы, во все фильмы, куда угодно? Я подозреваю, что и в аудиокнижке тоже. Жалко только не видно. Вы набираете актеров, которые выглядят как хипстеры, потому что они являются хипстерами. Ну, черт возьми, вот раньше раз и смотришь какого-нибудь гладиатора. Смотришь там варвар. Там какой-нибудь здоровенный качок двух метров ростом и 150 килограмм весом. Я, конечно, понимаю, что это тоже очень сильно утрированная неисторичность. Ну, по крайней мере, он брутально выглядит. Ну, ты как-то смотришь и думаешь... Ну, да, во вселенной Рыдли Скотовского гладиатора это вот такой варвар. Он опасный просто потому, что он нереально огромный, здоровый. Морда как будто бы числом вырублена. А тут Армений какой-то, прошу прощения, задрот. Хирусский мечник, который ухлестывает за Тушнельды с такой жиденькой бородкой. Я даже не знаю. В его сторону как-то даже сморкаться страшно, потому что, как говорят, соплей можно перешибить. И бог с им с внешним видом. Я отлично знаю. Не нужно мне этого говорить. Что люди в древности были сильно, как правило, меньше, чем сейчас. И в смысле огромности мускулатуры, как правило, тоже очень сильно уступали современным завсегдатам спортзалов. Ну, просто питание у них было несколько иное. И физические нагрузки были заметно не такие. Они такие сухонькие были, небольшого относительно нас роста. Не надо мне об этом напоминать. Я в курсе. Но, как они выглядят, это вопрос номер два. Хотя, тоже важный. Вы же могли бы как-нибудь загримировать, камеру под нужным углом выставить. Тут свет включить, там выключить. Кино же. Ё-моё. Искусство визуального. Как они себя ведут? Ну, сильная независимая туснельда. Которая постоянно говорит, что не хочу идти замуж за этого. Морда у него противная. Хочу идти замуж за этого. У него морда не противная. Я сейчас даже не буду говорить о том, что бы с ней сделал ее личный папа. Вождь племенной в данном регионе. А что бы с ней сделать? Ничего бы он с ней не сделал. Потому, что ты можешь хотеть замуж идти за кого хочешь. А пойдешь ты только за того, о ком договорятся твои племена. Потому, что это не просто брачный. Это политический союз. И уж, конечно, так бы это, как современная сильно независимая женщина, без детей с восьмью котами, она бы выступать точно не стала. Потому, что это люди были совсем другие. Ну, то есть, вообще... Вы попытались бы стеризовать их поведение? Если уж вы кастинг провести не можете. Римляне. Вот, пожалуйста, Квинтили Вар. И выглядит он, прямо скажем, неубедительно. И ведет он себя не менее неубедительно. Квинтили Вар. Это было чудовище. Я думаю, что 95% наших современников, оказавшись таким человеком в одной комнате до того, как он открыл рот, поспешили бы покинуть помещение. В том числе через окно. С рамой на ушах. Это сосед включил дрель. Извините, победить это невозможно. Как только мы начинаем снимать, рано или поздно просыпается сосед с дрелью. Он хочет сверлить. Где он живет мы не знаем. Поэтому договориться не получится. Поэтому придется потерпеть. Так вот. Вар был страшным человеком. По-настоящему. Он совсем недавно подавлял мессианское восстание. Будучи римским наместником в провинции Сирии. Он заходил в Иерусалим. Он одним движением пальцев приказал распять две тысячи иудеев на крестах вдоль дорог. Вы понимаете, что это было вообще за человек? Это был очень смирепый, профессиональный, во-первых, солдат, а во-вторых, крайне недобрый политический деятель. Тут он показан мямлей. Он, во-первых, почему-то усыновил, оказывается, в детстве Армения. Правда. Вообще-то, у него была вполне себе законная жена Клавдия Пульхра, номер два, от которой у нее был сын. Квинтилий Вар-младший. Куда делся Квинтилий Вар-младший? Откуда там Армения? Они даже видеться, скорее всего, с Квинтилием Варом не могли. Потому, что когда Армении бывало в Риме, Квинтилий Вар, как правило, отсутствовал в Риме и исполнялась лужебные обязанности где-нибудь еще. Ну, кроме того, Рим довольно большой. Там в то время под миллион человек вместе с предместьями проживало. Ну, знаете ли, можно и потеряться. Так вот, Квинтилий Вар в этом фильме, точнее, сериале усыновил, оказывается, Армения. И ему он верит. Вы понимаете, он ему верит, потому, что это же как сын ему фактически. Он же всем верит. И сам он такой добрый. И когда, наконец, он проигрывает сражение в Тевтобурском лесу, он так расстраивает из-за того, что его, оказывается, сын предал, что прямо берет, снимает с себя доспехи и прямо так, знаете, взял и на меч напрыгнул. Как-то вот так. Я могу понять, что современный папа какой-нибудь года восемьдесят девятого рождения мог бы так суициднуться от переживаний. Но извините. Только не Квинтилий Вар. Квинтилий Вар покончил жизнь самоубийством, как положено вообще настоящему римлянину. Самое главное. Потому, что виртус, то есть, его достоинство, мужество и так далее оказались повержены и жить-то после этого уже не стоит. Это во-первых. А во-вторых, попадать в руки германцам в плен было категорически противопоказано. Просто потому, что знатных римлян они убивали интересными способами. Из которых ритуальное утопление в болоте было самым легким вариантом. И парень еще легко отделался. А уж Квинтилий Вар точно не стоило попадать в руки германцам. Потому, что в конце концов, как было сказано в фильме День выборов. А ведь шашка это же не больно. Это же раз и все. Так вот, Гладиусам это тоже относительно не больно. Раз и все. Главное начать. Дальше пойдет как по маслу. Про сражение мы отдельное поговорим. Теперь перейдем к материальной части. Вот старались, знаете. Видно. Только старались в какую-то непонятную личную для меня сторону. Если уж вы решили... Ну, ладно. С кинодопущениями. Я все понимаю. Есть такая киноправда. Никуда ты от нее не денешься. Но вы решили воссоздать некий правильный антураж. Ну, вам что? Трудно было исторического консультанта позвать. Который бы просто пальцем быткнул у кого взять в аренду. А где купить? А что можно самим сделать в конце концов? Вы бы потратили точно такие же... Отвечаю. Отвечаю, блин. Парни из Нетфликса. Вы бы потратили точно такие же деньги. С куда лучшим результатом. Ни на копейку. Ни на фенинг. Ни на евроцент. Это бы не удорожило ничего. На что я ругаюсь. Вот прямо с заявочных кадров сериала нам показывают римский шлем. Внутрь римского шлема вставлен немецкий армений. И все это закрыто сверху железной антропоморфной личиной. Забралом. Маской. И понятно, что имеется в виду знаменитая, гениальная, великолепная находка из Калькирза. Вот того самого места, где, судя по всему, и разбили окончательно римлян в Тевтобурге. Есть там стальная маска. Смотрим на стальную маску из Калькирза. Найти ее элементарно. Она даже, по-моему... Могу ошибаться, но, по-моему, даже в Википедии есть. И уж точно через гугл она нагугливается. Просто вот раз, два, три. Калькирза маск и все. Тем более немцам ее очень легко посмотреть в музее. Прям вживую. Так вот. Зачем вы не сделали ее такую же, как ее нашли в Калькирза? Почему вот это чудовищное убожество со следами молотка? Она не такая, не аккуратная, плохо сделанная и вообще не то, черт возьми. Дальше лорика сегментата. Хорошо, что она есть. Именно в это время лорики сегментаты вообще и появляются в начале первого века. Но показан там строго хорошо узнаваемый поздний тип кобридж. Который тут же узнается по всем его характерным чертам. А вот лорики сегментаты, точнее их детали, которые были найдены именно там же, в Калькирзе. На месте предполагаемом и скорее всего том самом месте боя в Титамурском лесу. Вот ни одной из них нет. А там и наплечники были попроще. И масса кожаного крепления, кожаной фурнитуры на внешней стороне доспеха была больше. И конструкция была в общем проще. Потому, что это были первые доспехи такого рода. И, внимание, на всю эту орду их должно быть процент. То есть, на 100 человек один в лорике сегментате. Один, понимаете? А не 21, как у вас. Опять же, тут не нужно быть семи пядей во лбу. Ну, позовите вы человека, который хоть чуть-чуть, хоть немножко соображает в теме. И это не будет дороже вам стоить. Это будет стоить ровно столько же. Но нет. Почему-то вы делаете антураж, тратите бабло, но косячите раз за разом. Очень порадовали Гладиусы типа Майнс. Которые я регулярно видел в кадре. Одно не порадовало. Ну, диалектически. Вот тут порадовало, а рядом не порадовало. Что не порадовало? Все это, как... Прошу прощения, лорики сегментата типа Кобрич лет на 50-60 позже описываемых событий. Конкретная битва в Тевтобурском лесу. Это не порадовало категорически. Порадовало то, что все это омерзительные поделки индийской фирмы Дипика. Вот я думаю, теперь после этого сериала мистер Раджан наконец со своими детьми зажил в хорошем четырехэтажном красивом доме. Столько он бабла на вас, дурачка, поднял. А вот за мистера Раджана мы рады. Давно следим за его успехами. Кстати говоря, шлемы, которые показаны в кино, тоже в основном это 50-60-70 лет. Позже это опять производство фирмы Дипика и детей мистера Раджана. Мистера Раджан. Не знаю, как точно тебя зовут, но ты реально крутой. Хороший бизнес. Молодец, братан. Втер какой-то неликвид. Вообще все в каких-то неликвидах одеты. Все кино. Лорики скваматы чешуйчатые. Сидят как на коровье седло. Там есть такие красивые. Одна пластинка позолочная, другая вроде как посеребренная. Видите, она ни по размеру не подобрана. Выкройка у нее дрянная. Ну, это такой ширпотреб. Воины так не ходили. Лорика сквамата дорогая. Если человек раскошелился на такого рода доспех, он, наверное, раскошелился и на то, чтобы этот доспех по нему подогнали. Тем более, когда человек в этом доспехе делает сотни и сотни километров в маршах, в боях и походах. Он обминается. Он знает, как его носить. Ему удобно в нем. А не это реконструктороподобное нечто, которое одевает доспех раз в год. Причем доспех, судя по всему, сделанной той же самой фирмой Дипика и теми же самыми детьми мистера Раджана. Вот старались, да? Но не настарались. Старались и не смогли до конца настараться. Очень, братцы, обидно. Я очень сильно ждал этого сериала. Думаю, что наконец-то хоть как-то канву историчности соблюдут в материальной культуре. Хрен там был. И уж хрен там что не был, а то, что он прямо там есть. Это все римские всадники ездят со стременами. Но вы бы хоть попытались их хоть замаскировать. Вот был старенький сериал Рим. Да, он сильно более богатый, чем вы тут. Тем не менее, там все на стременах. Это я отлично знаю. Но там эти стремена светом хотя бы пытаются спрятать. Там маскируют. Они имитируют езду без стремян. Это самое главное. А вы даже не стесняетесь. У вас прямо камера сквозит через эти самые ваши стремена. Ну, не было в это время стремян. Их не существовало. Точка. У седел даже подвесных конструкций, к которым можно стремя прицепить. Точнее, стремяное путлище. Нету их. Понимаете? Просто все. Нонсенс. Там должны быть четырехрогие тяжелые седелы, на которых можно так скакать руками, если что держать. Вот это должно быть. Стремян не может быть. Это нонсенс, черт возьми. А немц какие? Ну, да. Я понимаю, что, наверное, немцы все-таки не были такие лихие и крутые модники, какими были кельты соседние. Все-таки, ну, победнее они были. Там и земля победнее, и ремесло у них победнее. Все у них... Все как у кельтов, только труба пониже, дым пожиже. Калибр потоньше. Воюют, правда, лучше. Но это отдельная история. Это все как раз от нищеты. Терять нечего, потому что... Так вот. Поплоше они выглядели, судя по всему, чем кельты. Но не как бомжи. Хотя я понимаю, что у них, видимо... Да, это же уже время разложения родовой общины. И там, да, конечно, были не шибко богатые крестьяне. Но когда мне показывают какого-то дядю, который ругается со своей дочкой... Я еще тогда не очень понял, что это та самая туснельда. То есть, в принцессах и русском вообще-то. Так вот, дядя ругается с дочкой. Я думаю, какой-то бомж ругается с дочкой бомжих. И дочь как-то плохо одета. Повторяюсь. Застежка здесь, петелька здесь, тряпочка спереди, тряпочка сзади. Она даже едва колени-то закрывает. Руки голые. Ну, черт возьми, в Германии не так тепло. Там даже, знаете, зима бывает со снегом. Ну, ладно. Они бедные. И тут я выясняю, что это вождь племени вот так выглядит. И тут я такой... Как-то плохо. Ну, и конечно, вождь племени, как и все вообще в этом сериале, немцы проживают в шикарных домах, которых, видимо, строил архитектор фильма Викинги. То есть, между бревнами щели такие, что можно руку просунуть, а двери такие, что даже не руку можно просунуть в щель, а голову. Причем даже по диагонали. Ну, и ворона, не складывая крыльев, легко туда впархивает. Я повторюсь, хрен с ним, что это некрасиво. Хотя, конечно, это в первую очередь некрасиво. Это Германия. Там зимой холодно. Причем холодно настолько, что на улице можно умереть. А вы прям берете и делаете дом, который от улицы не отличается вообще, черт возьми, ничем совсем. И дальше такой контраст живейший, наступает. Вы понимаете? Раз и идет бомж. Одетый, как бомж. У него эта рубашечка короткая, которая колено не только не достает. Она даже едва-едва эти самые бубенцы прикрывает с чижиком вместе. Этот бомж говорит... Эх, немцы мои варварские. Давайте сделаем что-нибудь ужасное. И достает стальной меч. Меч, конечно, выглядит убого. Пипец. Как я не знаю что. Но... Это вот такая. Сантиметров 75-80. Полоса закаленной стали. Которая весит, наверное, где-то килограмм. Это примерно то же самое, что килограмм золота в это время. Примерно так же. Понимаете? Есть бомж. И у него изделие ценой в килограмм золота. Правда круто? Я понимаю. Он все отдал. Совсем все. Остался в трусах и... Блин. С автоматом Калашникова в стразах от Сваровски. Но так же не бывает. Вы понимаете? Потому, что если у него есть такой дорогой меч, он обязательно кого-нибудь им убьет и все отнимет. И сразу станет в два раза богаче. А потом еще кого-нибудь. И опять станет в два раза богаче. Потом убьют его и он уже больше не будет отсвечивать. Все. Это же очень просто было устроено. Дальше уже прекрасные всякие гениальные гэги, которые мы посмотрели в этом сериале. А именно. Тушнельда такая. Блин. Что-то нас римляне-то запарили. Вообще запарили. Приходят. Что-то тут просят. Дань какую-то собирают. Про дань отдельно. Это важно. И что-то никто им слова-то поперек не скажет. Давайте сделаем с ними что-нибудь ужасное. Давайте, говорят их три... Точнее, ейные три друга. Один ее жених. Незаконный. Тайный. И два его приятеля дебила. Говорят. Давайте. А что мы сделаем? А давайте, говорит, мы ихнего орла из лагеря попятим. Я такой... То есть, Нельда смотрела сериал Рим. Там такую же фигню, точно такую же фигню придумал к ней Помпей Великий с Юлием Цезарем провернуть. И примерно так же и провернул. Но единственное, что там какие-то разрезованные пастелью синие галлы аквилу воровали. А тут эти воруют. Но эти воровали ее так, что лучше бы... Наняли бы просто из сериала Рим синемордных галлов. Они бы вам это лучше исполнили. Благо опыт у них уже есть. Как происходит покража? Спойлер, спойлер. К тылу посылают двух дебилов. Ну, потому, что они больше на что не годятся. Чтобы они через говноканаву, куда весь легион со всего лагеря какает. Проползли с тылу в лагерь. А в это время жених с Туснельдой будут отвлекать внимание. Как? А вот сейчас я вам расскажу. Спойлер, спойлер. А именно, представляете, легионный лагерь. Есть вход. Там несется, естественно, караул в лице двух легионеров. К ним из темноты, из лесу. Подгребает немецкий чувак, который ведет перед собой убого одетую тетю. Они ему, конечно, стояк то идет. Стрелять буду. А он говорит... Это для вашего начальника. Развратная женщина очень. Может, вам тоже достанется. Развратная женщина для начальника. Это базара ноль. Прокатывает. И за пароль, за пропуск. Короче. Проходите. Ну, то есть, все. Понимаете? В расположении воинской части можно просто зайти с проституткой. Потому, что у тебя же есть проститутка. Значит, можно идти, ну, не знаю, к полковнику. Легко. Это до сих пор так же работает. Можете попробовать. Возьмите симпатичную девчонку. Скажешь... Давайте прокрадемся воинскую часть. И вам такие на КПП... Хальт. А ты... Проститутку к полковнику введу. Дулер картонный. Проходи, проходи. Вот так это примерно и выглядит. Это просто ад. Вы понимаете? Более мудацкая история я даже придумать не смог бы. Даже если бы специально попытался придумать мудацкую историю. Потому, что на конкурсе мудацких историй это заняло бы второе место. Потому, что она, извините, мудацкая. Римский лагерь... Это, кстати, отдельная история. Почему? Потому, что римский лагерь выглядит, как какая-то палаточная стоянка. Обнесенная какими-то вот такими, знаете, колышками. Докладываю. Палатки и колышки. Это временный легионный или когортный лагерь. Костики кинули. Огородились, чтобы ночью никто не набросился. И потом ушли. Это все сняв. Постоянный лагерь выглядел, ну, минимум, как специальные по линейкам расставленные фахверховые глинобитные казармы. За внимание. Постоянной стеной. Это никакие не колышки. Это настоящая крепостная стена с башнями. На башнях установлены скорпионы, баллисты и все остальное, что положено. Причем там римляне стояли уже довольно давно. Я надеюсь, не совру, если скажу, что там будет уже постоянный зимний лагерь. Ни с какими не сверховыми мазанками, а с нормальными деревянными или каменными теплыми зданиями. С гиппокаустами. То есть, теплыми полами с вытяжкой через стены. И всем, чем вообще была славна римская сначала республика, а потом империя. Потому, что римский лагерь это всегда к городу. Как вы думаете, вы в палатке зиму переживете? Ну, конечно, возможно, кто-то и переживет, но это будет очень плохо. Это уже будет не воинский лагерь, а концентрационный лагерь, где большинство в конце зимы умрет. Вот зачем для военных людей концентрационный лагерь? Они же пока ни в чем не провинились. Ну, это к слову. Дальше Туснельда притворилась германской жрицей. То есть, тетенька, которая разговаривает с Одином. Кстати, огромный вопрос. Знали ли все германцы в это время Одина как некоего важного бога? Это же не скандинавы, друзья мои. Не скандинавы. Во-первых, он был бы не Один, а Водан или Вудан. В зависимости от региона произношения. Ну, это бог с ним. Это, скорее всего, чудеса нашего прекрасного перевода и озвучивания. Так вот, этот Водан, в это время был, возможно, верховным богом у некоторых германских социальных групп, которые представляли из себя не основную массу населения, а аристократию и, в первую очередь, воинскую аристократию. Возможно, были какие-то племена, которые целиком относили себя к таковой, наподобие герулов, например, знаменитых. И вот они, возможно, могли тащить с собой Водана как верховного бога. Для всех остальных Водан в это время не был верховным богом и не мог им быть никак. Извините, пожалуйста. Это просто нонсенс. Потому, что в это время верховным богом мог быть то что угодно. Это важнейшее Фрейра, важнейший Тию, он же Цию, он же... Ну, извините, прямой родственник Дьяус Питар, он же Ю Питар, он же Ю Питер, он же Зевс. То есть, бог неба. Вот он в это время был, судя по всему, о основной массе германцев каким-то самым важным богом. Ну, нет. Мы все читали старшую, младшую Эду, и мы знаем, что... Один, возьми меня. Ну, это же не викинги. Это первый век нашей эры. Черт возьми. Как не стыдно. Ну, ладно. Бог с ним. Соврали и соврали. Вот она, значит, без глюкал Одина видит. Потому, что вообще, судя по всему, видит мир в ярких красках. И давай, короче, всех подбивать на нехорошее. То есть, всех немцев. Бегать вокруг и говорить, давайте кремля накрячем. Почему? Потому, что мне Один так сказал. И вот приходит к нам в соседнее племя. Заходит в помещение, где живет этого племени вождь. Ну, опять же, такой же бомжатник. Там вот берешь между бревен голову, вставляешь. Все видно. Короче говоря, нормальная, стандартная германская постройка. Ну, вы знаете этих немцев, что они могут построить из дерева. Господи боже мой. Так вот. Приходит к нам в центральное помещение. Фактически в Кремль. И говорит. Так и так. С богами разговариваю. Так хочет бог. Деус вульд. Накрячем римлян. А может ей говорить. Сдается мне. Ты какая-то немножко того. Не пойдем с тобой никуда воевать. И вообще. А тут ее подручный. С которым она прибыла сама вторая. К вождю домой в гости посреди племени, которым этот вождь управляет. Вот этот подручный выходит у нее из-за спины. И вождя закалывает насмерть. И говорит. Это хотел так Один. И вы представляете. Такие все единоплеменники говорят. Да. Слушай. Ну, в натуре. Если Один так хотел, то и ок. Вы понимаете, что это не просто неправдоподобно. Это даже не смешно. Потому, что этому вождю все окружающие его соплеменники, которые в его доме находятся, это родственники. Или люди, которые породнили с ним через смешивание крови. Это его дружина. Они бы за убийство вождя, тем более вот так вот, они бы не просто порвали. Они бы это делали долго, вдумчиво и с осознанием ответственности момента. Потому, что что сделали эти два козла, прошу прощения, охреневших. Они нарушили закон гостеприимства. Для германцев, как для представителей в то время примитивной патриархальной культуры, это, наверное, один из самых чудовищных проступков, которые вообще можно сделать. Они же не просто вождя убили. Они богам, вот тем самым, с которыми тетя якобы разговаривают, в харю плюнули. Прямо в доме, куда их пригласили, пустили. А значит, что? Ну, во-первых, придется сделать так, чтобы свежеубиенному старшему родственнику на том свете было хорошо. То есть, их, скорее всего, будут убивать именно во время похорон этого самого старшего родственника. То есть, нужно достойно сопроводить его при помощи их. А во-вторых, нужно богов, начиная с богов-представов, это важнейшая составляющая. Заканчивая верховными богами, как-то вообще-то умиротворить. То есть, этих двух просто убить нельзя. Их бы долго и чудовищно пытали. И вообще-то, дальше нужно было бы рассказ о Тевтабургском лесе переделать в какую-то очень жесткую БДСМ слэшер муви картину. Вот так вот. Там эпизоду натрия, чтобы их убивали. Вот да. Но, однако, нет. Сказали все. А! Это же Один. Точно! Если Один сказал, то, пожалуйста, замочите вождя. Еще кого-нибудь замочите. Все. Мы с вами, с вами точно. Ну, просто охренеть. А дальше у нас наконец этот самый Армений решил переметнуться. И переметнулся. А почему он переметнулся? Да, просто потому, что его ту самую туснельду, на которую он жениться хочет, понимаете, мучают. У них там римляне забрали какую-то корову с козой. Ее братцу, по-моему, малолетнему, рукояткой меча по голове дали. И он немножко с ума сошел. В общем, ну, какой-то там геноцид. Который делают очень плохой римлянин. Очень плохой. Дань. Дань собирают. Дань собирают постоянно. Ну, товарищи. Дань римляне не просто собирали. Они твердо устанавливали. Это, во-первых. А во-вторых, собирали ее не римляне. Собирали ее германцы. У германцев. Римлянам сил бы не хватило, чтобы по всем этим германским лесам скакать и у всех, прошу прощения, отбирать еду. И уж тем более ради этого не приехал бы Центурион. Центурион офицер. Серьезный человек. У него есть чем заняться. Послали бы какого-нибудь опциона, который с десятком солдат по договоренности пришел и забрал 15 овец, 2 литра молока и 5 хлеба. Сыра не забудь купить. А, точно. И сыра. Да. И сыра. Еще и сыра бы забрали. Но в основном этим занимались не римляне. Там были союзные германские сателлиты, которые ходили и собирали туда. Они потом отвозили ее римлянам. Чем занималась, например, Москва в пользу монголов со времен Ивана Калиты. То есть, собирала со всех дань. Это было чудовищно выгодно. Потому, что можно собрать немножко больше и оставить себе. И уж прошу прощения. Почему-то в фильме, в сериале не упомянуто самое главное. Почему вообще восстание стало возможным? Потому, что никакое повышение дани, ничего вообще не подвигло бы немцев на восстание. И уж тем более на объединение. На соединенные совокупные усилия. Если бы не великое иллирийское восстание. Вот да. Там в Иллирии было очень сильно неспокойно. Там лилась кровь. И только что восемь легионов снялись с Рейнского Лимиса и ушли. И на их смену пришел Квинтилий Вар, который никогда не воевал в этом регионе. Не знал местного заселения. Не знал местных обычаев. Всего с тремя легионами. То есть, заметно меньше, чем в два раза исходного числа. Против восьми легионов никто даже головы бы не поднял. Поэтому, конечно, восстание Армении это окно возможностей, которое открыло великое иллирийское восстание. По сравнению с которым это вот германское выступление было ничтожно маленькой величиной. Которое по чистой случайности из-за личностного фактора, незнакомого с регионом Квинтилия Вара, увенчалось настолько чудовищными для римлян результатами. Но нет. Вот ничего этого. Просто Армении сложная душевная организация. Он немножко не такой. И тут родственники. А тут приемный папа Квинтилия Вара. И он с ними мечется между ними и все решает. Нет. Наконец пойду я к родственникам и с родственниками. И он за родственников все предает. Значит он римлян. Начинает свою тайную игру и заманивает их в Тевтобурский лес. И вот римляне идут по Тевтобурскому лесу. На них кто-то нападает. Нападает, кстати говоря, в стиле безумный Макс под куполом грома. Потому, что все эти люди замотанные в какие-то звериные шкуры. В какие-то маски из бересты. Вы что, серьезно думаете, что германцы так воевали? Уж по крайней мере дружины вождей были снаряжены не хуже римлян точно совершенно возможно. Если брать общий средний уровень. Даже немножко лучше. Потому, что это вождь и его дружина. Да. Простые общинники там конечно. Щит и копье с топором. В лучшем случае. Или там лук или метательные дротики. Вот оно да. Но почему они все выглядят как какие-то индейцы из фильма. Только еще и густо перемазанные медвежьим говном для красоты. Матерных слов не хватает, чтобы это все описывать. Так вот. Битва в Тевтобурском лесу заняла, по-моему, минут восемь. Шли-шли-шли римляне через лес. Растянувшись в самом деле, как это было. Начал вся национально-германский ек-тых-тых. Начали их местами из-за сад мочить, опрокидывая деревья и набрасываясь из зарослей. И тут Квинтилевар такой говорит. Что-то пошло не так. Ну-ка давайте-ка все кругом и Олга обратно. И они раз и выходят на открытую местность. И немцы такие, которые во главе с Армением, которые говорят, что знают, как работает эта гадская римская военная машина. В лесу их будем бить. Говорят. А, на открытом месте так на открытом месте. Оказывается, хитрый Армении смотрел много кино. Он смотрел еще и фильм Храброе сердце, оказывается. А не только сериал Рим. Потому, что он точно знал, что римляне не только соберутся уходить из Тевтобурского леса на равнину, но и точно уйдут. И загодя на равнине он нарыл канав, в который налил какой-то то ли нефть, то ли карасин с бензином, то ли еще чего. И когда римляне вышли на поляну на эту, он их все поджег. И все страшно все загорелось. Значит, римляне уже не могут прийти другу на помощь. И немцы как на них прыгнут. И всех давай в капусту рубать. Вообще по-всякому. Я надеюсь, это не будет для вас сильным удивлением, если скажу, что в первых рядах бежала 45-килограммовая туснельда и всех убивала. Страшно совершенно. Ну, это нынче так принято. Потому, что понятно, что если тетя весит 45 килограмм, а уж если 48, то как минимум десяток стакилограммовых мужиков в чугу их, она вообще легко завалит. Ну, если будет весить 60, то 20. Ну, а раз 45, то давайте шестерых. Вот примерно столько она и замочила это самое туснельда. Да. Сражение, конечно, это вообще совсем очень-совсем-очень плохо. Очень-совсем плохо. Совсем очень нехорошо. Меня аж прямо всего колбасит от ненависти. Потому, что у вас есть римляне, которые вообще-то с бог знает каких времен воевали с троем. И только с троем. В это время основой их строя было коллективное залповое метание пилумов. Собственно, им так плохо было в Тевтобурском лесу. Потому, что это был именно лес. И там некуда было нормально кидать пилумы залпами. И сражение это длилось, прошу прощения, трое суток. Они отбивались как бешеные эти самые римляне. Из-за того, что они были растянуты, связи не было. Они не могли не узнать, где их атакуют, не прийти на помощь. Их вар завел в глубину леса. Они не выходили на равнину. Если бы они были на равнине, даже два легиона отпинали бы всех этих немцев. Вообще без вопросов. Они лагерь успели временной построить. И в лагере их всех окружили. И измором взяли. Вот в чем было дело. Вот что нужно было показывать. Почему это 8 минут этого бреда с зажженными канавами этой прыгающей тушнельдой. А вы знаете, как показаны вообще половины битвы? Сидит перед нами перекошенное лицо. Да. Я хотел сказать плохое слово. Скажу хорошее. Перекошенное лицо Армении. Который говорит... И вот ты думал, что оно будет так, а оно было... Раз показывают 30-40-50 секунд битвы. И только тогда я взял и поступил вот так. Оказывается, что все это время он говорит с отпиленной головой своего приемного папы Квинтилия Вара. Вот это я понимаю. Художественный ход так художественный ход. Слушайте, а почему вы хотя бы одну серию на интересное? На Тевтобурский лес не выделили хотя бы 45 минут. Времени хватало, чтобы подвести к нему полностью. Вместо того, чтобы анальные страдания Армении показывать. Это был тоже страшный человек Армении. Военный вождь Херусков, который прошел в Римской армии огонь, воду и медные трубы, не был мямлей и размазней. Который будет с отпиленной головой, кстати, полузнакомого человека и совсем не родственника разговаривать. Вы думаете, это сильный художественный ход? Разочарую. Он по-идиотски выглядит. Так вот. Вы показали осинею вместо реальной трагедии Тевтобурского леса, где погибло три легиона почти в полном составе. Кое-кто ушел. Когда говорят, все погибли. Нет, не все. А самое главное, вы как-то упускаете из виду во всей очень странной... То ли феминистической, то ли националистической. А может быть все вместе. Агитки. Ну, где есть очень плохое, злое римское и очень хорошее, обмазанное медвежьим говном германское. Вот вы одно упускаете ровно. Все эти германцы во главе с Армением вот через семь лет агребутся до детского голоса от римлян в битве при Едистовизо. Где их там так им накидают, что просто, мама дорогая, Армения успеет убежать как-то. Хоть как-то успеет убежать. А ту Снельду возьмут в плен. Где она, собственно, в итоге и скончается. Кстати, а еще через несколько лет Армения зарежут собственные германцы. Потому, что задолбал и что-то пошло не так. Наверное, это самые яркие впечатления, которыми я хотел с вами поделиться применительно к сериалу The Barbarians. Варвары от немецкого подразделения Netflix. Если у вас очень много свободного времени, ну, тогда смело запускайте свои компьютерные устройства. Подключайтесь к Netflix и смотрите. Если у вас не очень много свободного времени, а провести его хочется хорошо, то я рекомендую, будучи в Москве, зайти по проторенной дорожке в pub Michael Collins, что на Цветном бульваре, дом 21. Там оно всяко будет веселее. На сегодня все. Всем пока.